Всесезонную ледовую арену откроют в селе Бочкаре. Реконструкция спортивного комплекса начнется уже в этом году. Средства на работы выделит Бочкаревский пивоваренный завод. Это уже не первый объект, который появился в селе благодаря местным предпринимателям. В Бочкарях созданы все условия для его развития. Об этом заявил Сергей Миняева, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе вместе с губернатором Александром Карлиным. Он побывал в селах Целинного района. Подробности расскажем далее. Этот спортивный комплекс в селе Бочкари открылся два года назад. Летом фигуристы отточивают все элементы, чтобы зимой уверенно выйти на лед. Фигурное катание и хоккей здесь самые популярные виды спорта. Поэтому местные предприниматели решили открыть в селе ледовую арену, которая будет работать круглый год. Средства на реконструкцию здания выделит Бочкаревский пивоваренный завод. В программе, которую поручил Александр Богданович по развитию хоккея, здесь сделать опорный центр. Один из многих, так скажем, в крае, где будет работать полноценно тренера, где будут работать спортивный лагерь в летнее время. То есть он будет круглогодично задействован по развитию хоккея в Алтайском крае. То есть от детей от пяти лет и старше. Помимо производства напитков, компания ведет активную социальную политику. За несколько лет предприниматели построили в селе крупный спортивный комплекс, отремонтировали детский сад, школу и амбулаторию. Появилось современное служебное жилье и у работников предприятия, а также у медиков и учителей, которые трудятся на селе. Краевые власти такую социальную политику бизнеса поощряют и вносят свой весомый вклад в развитие села. Мы готовим пакет документов. Это очень серьезный пакет для Министерства сельского хозяйства, для того, чтобы этот населенный пункт вошел комплексно в программу устойчивого развития сельских территорий. Речь идет о строительстве уже не отдельных жилых домов, а современного микрорайона. С рабочей поездкой в Целинном районе побывал Сергей Миняйло, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе. Он осмотрел основные социальные объекты и вынес свой вердикт. В Бочкарях действительно созданы все условия для развития села. Я давно не встречал вот такого цветущего азиса. Село, там 1700 человек. Дома строятся для своих сотрудников, да, служебные? С Новосибирска приехал врач, девчонка. То есть сегодня здесь создаются людям условия для того, чтобы они здесь работали. В этом году в селе начнется строительство новых социальных объектов. За несколько лет их появится не менее десяти. На это Бочкаревский пивоваренный завод выделит 15% от прибыли предприятия. Максим Голушев, Елена Заздравных, Александр Морозов. Новости.